Всем привет дорогие друзья, добро пожаловать на мой канал И сегодня я покажу партию, в которой шахматист первые 17 ходов собирался пешками То есть пешки, пешки, пешки и так 17 ходов Партия получилась очень красивая, погнали Белый играет d4, но все происходило за белых Белый играет d4, конь f6, далее f3 и далее следует d6 e4, g6, то есть мы видим, что g4, то есть только пешки играют Пока нет ни фигур, ни коня, ни ладьи, ни слона, ни ферзя То есть только пешки играют Далее следует слон g7, g5 и далее следует конь d7 Конь d7, преимущество этого хода в том, что можно есть что сыграть e5 Потому что еще у нас есть и слон Можно то есть на e5 как-то прискочить Или же можно сыграть как-то b6, c5, далее разменяться И сделать позицию лучше Обязательно конь fd7, это хороший ход Далее следует f4, опять ход пешкой Далее следует c5, d5 Белый захватывает у нас центр Хотят захватить пункт c6 и e6 Теперь черные не могут сыграть в конь c6 Далее следует b5 и опять ход пешкой c3 Преимущество этого хода в том, что они как бы заткнули слона Теперь слон не может дальнейшем на b2 как-то атаковать И это хороший ход c3, далее следует h6 и h4 Вот опять ход пешка, то есть только пешка играет в этой партии h4 идея этого хода в том, что сыграть h5 Как-то сыграть h6 и продвинуть вперед То есть h4 это как бы я вам даю совет Когда играете в партии, если у вас вот в основном как бы развиты пешки Играйте h4, продвигайте и продвигайте пешку в ту сторону, в которой как бы король рокирован Допустим, если черные сыграли рокировку в королевском фланге, то играйте h4 Если в ферзенном фланге, то a4, b4, c4, а вот здесь f4, g4 и h4 То есть просто теория, играйте и выигрывайте Здесь нет каких-то особенных ходов h4 это у нас хороший ход Далее следует конь b6 и h5 Идея этого хода в том, что, ну как бы, то что я сказал прежде Продвинуть вперед А, кстати, далее после хода h6 уже слон только на f8 Можно отходить сюда, нельзя На d4, на e5 и на f6 нельзя только слон f8 И это уже назад, и это плохо, то есть без активности Играйте e6 Идея этого хода, чтобы как-то разменять И после a6 можно сыграть слон f8 и слон e7 То есть, чтобы куда-то девать слона И за это e6 это палец хода, а6, слона f8, а4, размен Вот, видите, как я говорил, вперед, только вперед И после размена выходит то, что после взятия То есть мы не забираем ладей Мы немного ослабили, вот, если заберет, то мы немного ослабим пешку a6 Вот так вот потихонечку можно обыграть соперника Из-за этого a4 это правильный ход Далее следует еда Еда и a5 Как мы видим, белые не жанечат Они дают, но они и позиционно хотят выиграть Смотрите Теперь в этой позиции большое преимущество у белых Потому что они атакуют коня То у них пешки держат эти вот поля То и, а, кстати, еще Они вот только пешки, но вот только пешки Только пешки Больше ничего они не сыграли Они ни слон, ни конем, ни ладей Только пешки Конь d7 Точнее, конь bd7 Ed, слон e7, c4 И хотят разменять После f6 происходит cb, fg, f5 Опять больше вперед Идут белые Хотят здесь разменять Но они позиционно очень сильные Теперь вы можете сказать, что король все-таки открыт И как-то черные могут рокироваться Но дело в том, что позиция здесь немного белых Потому что если вы скажете, что черный король Он прикрыт с помощью этих фигур А белый король просто стоит Нет, белые Во-первых, белые могут резко сыграть Слон e2 Слон e2 и рокироваться И конем еще подкрепиться Когда слон e3 И черные не совсем прикрыты Потому что если они сыграют 2-0 То есть рокируются То мы можем как-то с помощью ферзя поставить его на g7 И мотовать Вот видите А, кстати, еще рокировку нельзя Сделать, потому что g7 слабы Как бы сделать можно, но это будет плохо Взять после f5 собирает И наконец-то ход другой фигуры То есть вот, это уже 18-й ход Ферзя h5 шах Король f8 И далее следует конь f3 Более Больше атакуем на g5 И далее следует владель g8 Прикрывает b6 Еще более давим слон b7 Конь c3 Конь f6 Атакует ферзя Далее следует конь g5 И здесь как бы вы можете подумать Что он тупо отдал фигуры Но нет Он просто разменивает Вы, наверное, увидели Конь и 6 шах И не возвращает Ну и здесь они сыграли конь g3 Зачем они это сделали? Ну, хотят атаковать Потому что если владель отойдет До всего на g1 Все равно он может отойти Конь может отойти куда-то Если что там Слонг 4 можно защитить Ну, конечно, после того Взяв белого коня После этого Увы следует Конь b7 Конь h1 Слон f4 Белые больше Атакуют, больше давят Но в этой позиции, конечно, преимущество У белых Потому что У них пешки нормальные Соответственно, подкреплено Да, пешка a6 Немного слаба Но если хотя бы Одна пешка Прикрывать другую пешку Это уже все Это цепочка Это реально Но Вот Одна цепочка Больше нет Но эти пешки Можно как-то с трудом Прикрыть Но эта пешка Хорошо прикрыта Конем Точнее, конем Да Слон f4 Ладья g6 Длинная рокировка Конь f2 Ладья e1 Следует После ладья e1 Конечно, нужно Отходить к королю Потому что Как мы видим Почему Черные сыграли Ладья g6 Ладья g6 Так как Они прикрывают пешку Но после этого Они уже не прикрывают Потому что После того, как мы заберем Они забирают Не забираем Они вообще не могут Забирать Потому что Мы связываем Из-за этого Приходится сыграть Король d7 Далее Следует Конь b5 Но это уже Какое-то заблечение Потому что Забирать нельзя Конечно же После взятия Ну Последует Просто a6 А нет Точнее После взятия Последует Слон b5 Шах И Шах Последует Шах И после Король уходит Куда-то Допустим Нацелу Последует a6 Потому что Слон прикрывает Еще Коня Прикрывает Потом a7 Вообще Ладья будет Западнее Из-за этого Запрять Нельзя Не играть Конь e4 Далее Ладья e4 Ладья g1 Атакует Слона И теперь Следует Ход Ладья e1 Прикрывает Но все равно Взятие Потому что Помните Я говорила Что слон Можно Слоном Сделать шах Ну вот Здесь Они Разменивают Черные Потому что Они возьмут Коня Теперь Некому Собрать На b5 За это Как бы Томас Хейлинг Он Сильный шахматист И Эмиль Джосеф Эльзимир Тоже Сильный шахматист Они оба позиционно Развиты Ладья g1 Король c8 Конь d6 Шах Слон d6 Слон d6 Конь d7 Теперь Они потихоньку Могут Ворваться Ладья g8 Там Да Ладья g8 Теперь Атакуют На храня На пешку После того Как возьмут Пешку Могут Отойти На g7 И Продвинуть Еще Да Далее Свет Король c8 Ладья g7 Ладья g5 Шах Взятие И конь Теряется Здесь Уже Белых Бешних Слон H7 Шах Король c2 Бас Взяти Перс Конечно Тоже Продвинуть Все И в этом Базис Уже Черные Сдались Как Мы Видим Начале Игры Вот Здесь Белые 17 Ходов Играли Пешками То есть Это Просто Очевидно Реально Такого Можно Видеть Редко Вот Вот Только Они Играют Пешками Ни Конем Как Повторяю Несколько Раз Ни Ни Слоном Ни Ладьей Только Пешками Такая Получилась Партия Если Вам Понравилось Обязательно Ставьте Лайки Потому Что Ваши Лайки Помогают Мне Чем Больше Лайков Ставьте Я Вижу Что Вам Это Нравится Я Выпускаю Больше Роликов Вы Становитесь Сильнее Мы Друг Другу Помогаем Спасибо Большое Мой Друг Ставь Лайк Подписывайтесь На Канал Чтобы Быть Нашей Команде Спасибо За Просмотры Ставьте Лайк Подписывайтесь На Канал Всем Удачи Дорогие Друзья Всем Пока Пока Продолжение следует